Одна из замечательных фишек Аниматрона – создание огромной серии наборов анимированных фигуров, из которых можно создавать свои истории по каким-то заданным темам. Заходим на рынок на сайте Аниматрона, на редакторе Аниматрона. Тут масса всяких интересных вещей и про природу, и про еду, и про ферму, и про науку. И наше – это, наверное, приключение. Да, вот внизу справа наш набор, с которого мы начали древний Египет. Войдем сюда, щелкнув левой кнопкой мыши. Здесь у нас есть демонстрация того, что может быть создано. Лежит египетская царица и раб Апахалом. Раб с Апахалом работает вентилятором, потому что там жарко в Египте, если кто успел побывать. Можно установить фон. Вот я его зацепляю левой кнопкой мыши и сюда перетаскиваю. Сразу два фона, один, три фона, один интерьер и два пейзажа. Пейзажа ночной и дневной, с солнцем и с луной. Так, вернемся обратно. Что там еще есть? Зайдем опять в маркет. Есть, наверное, танцовщицы. Это не громадная фигурка, при запуске она сразу начинает танцевать. И повторяем движение, пока мы ее не уберем со сцены. Одна у нас раньше начала, вторую подвинем, чтобы они одновременно начали. Две опять запустим. Ну, почти синхронно. Только одна показывает, а вторая пока один раз попробовала. Наверное, не получается у нее. Вернемся опять. И пусть у нас пройдет, медленно уходя со сцены, одногорбый верблюд. Установим время чуть подальше. И уходить он будет, чуть-чуть подпрыгиваясь. Вот видно. Видна траектория движения центра массы этого верблюда. Это не совсем центр массы в смысле физики. Ну, центр его фигуры есть. Всеми любимые в Google Plus кошки. Если певицы что-то делают глазами, то кошки просто машутся хвостами. Поставим в рома, чтобы кошку. Кошки же не священные, животные в Египте. И еще одного драмодера заставим пройти через весь экран. Поскольку он умеет ходить, если первый был просто неподвижная фигура и рисунок, то второй уже будет сам работать ногами. Начнет он, правда, не сначала, а появится внезапно. Будет бегом бежать. Есть огонь. Наверное, тоже бурбекю делали. А может быть, какой-нибудь священный огонь. Этого раба с апохалом поставим на передний фон, чтобы он чуть-чуть загораживал. Какая-то ритуальная точка есть. Одного раба охранника поставим там чуть поводили, уменьшив его, чтобы он на заднем плане стоял и преглядывал за порядком. Ихний ОМОН будет. И ОМОН РА. ОМОН СОБР. Итак, действие началось. Пустили на запуск. Священный огонь пока не появился, поэтому раб просто так машет. Драмадер пошел, видит, как он ногами перебирает. Это вот такая анимированная фигурка. Сейчас должен огонь появиться. Но он стоит чуть дальше, поэтому апохал не загорится. И на заднем плане все изменения сохраняются автоматически. Поэтому если сейчас выйду в свою папку на сайте Аниматроны, то здесь уже готов фильм, который пока никак не назван. Но я могу его запустить и посмотреть, что получилось. И что увидят зрители. Появились кошки, которые машут хвостами. Раб с опохалом. Пошел в драмадер. Перебираю ногами. Усердно. Огонь с Омоновцом. Вот такой фильм. Кроме того, я этот фильм могу поредактировать. Я могу сделать его общедоступным, или частным, или вообще невидимым. Могу изменить размеры. А могу расшарить. Расшарить в Facebook. И откуда мы пошли, оттуда вернемся. Поместим его в Local+. Сделаем здесь Аниматрон по-русски. И напишем самодельный мультик. И... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова